Спасибо вам, что вы приехали в этот вечер сюда, в это место. Я понимаю, что кому-то было непросто. У всех у нас есть семьи, есть дела, тем более вечер, праздничный день. Не знаю, как бы вы празднуете, нет, это тут праздник, День Народного Единства. Но, тем не менее, это еще один повод побыть с семьей, не знаю, там, насладиться каким-то хорошим общением. Поэтому спасибо вам, что вы приехали сюда, на это место. И я надеюсь, что Бог будет что-то делать с нами. И вы знаете, прежде всего, я хотел проделиться с вами тем, что Бог дал мне вчера, когда я лег спать. Во-первых, я хотел бы сказать о вашем служении, потому что Бог показал мне, знаете, ваше служение как ракету. Вы ракету видели когда-нибудь, да? И ракета имеет предназначение подняться высоко. И ракета, поднимаясь, она имеет такие, знаете, некие фазы или сезоны, когда определенная ступень, она начинает отходить. Она уже выработала свой ресурс, ее нельзя оставить, потому что если ее оставить, она будет тянуть вниз. И поэтому никто не переживает и просто ее отстегивает, там, не знаю, кто-то нажимает кнопки. И она отходит для того, чтобы ракета вся, она продолжала вот этот вот подъем, как и конструктор задумал. И вы знаете, я верю, что для вас, как для служения, такой сезон, когда очередная ступень, я не знаю, что это, но очередная ступень, может быть, это то, что двигало вас, это то, что работало, это то, что имело смысл. Понимаете, ступень, она нужна, это не что-то, какой-то балласт ненужный. Но уступает момент, когда заканчивается вот это действие, и все, и она должна отойти для того, чтобы что-то включилось новое абсолютно. И я верю, что Бог – это Бог нового, нового начинания. И поэтому я верю, что что-то вот, знаете, что-то вы отпускаете, что-то уходит, и что-то новое включается для того, чтобы продолжить восхождение, продолжить путь кверху. И я также видел, друзья, и я видел вот этот зал, но он был полнее людей, и я видел, как бы, знаете, вот сзади, вот оттуда, я видел, что у каждого был рюкзак за спиной. Такой, знаете, стильный, хороший рюкзак, я бы такой носил. И я подумал, что это такое? И Бог мне говорит, это оснащение для каждого человека. Я думаю, интересно, а что там? Мне стало любопытно. И вы знаете, что я понял, что вы сами, вы не можете понять, что в вашем рюкзаке, потому что он как бы не имеет функции, чтобы можно было снять и самому посмотреть. И я понял, что каждый из вас нуждается в помощи других, чтобы они помогли понять, а что Бог положил к вам в рюкзак, что является вашим оснащением. То есть мы тело, мы церковь, и мы не можем состояться, как, знаете, соло такие, как одиночки. Мы нуждаемся, мы зависимы, и это Божий план в других дарах, в других людях, которые помогают нам. И я верю, что Бог будет помогать вам через вас. И не знаю, через кого конкретно для тебя Бог будет действовать, но Он будет помогать тебе понять, какое оснащение Бог дал тебе для этого времени, чтобы ты мог Его воспользоваться. Аминь. Ну и, конечно же, мы будем говорить с вами о духовном отцовстве, духовном сыновстве. И причина, почему сейчас важно об этом говорить, и как бы я сильно переживаю об этом, потому что наступило время. Вы знаете, я, как уже говорил, пастором стал давно, и это была такая, знаете, странная история, потому что я был совсем юный в Господе, и я уверовал в городе Новосибирске, вернулся в Красноярск. У меня были планы поступать в институт художественный, я собирался стать уже совсем профессиональным художником, ну или там, который занимается интерьерами, там был выбор определенный. Но, тем не менее, Бог мне говорил все это время, что это не Его план, и в конце концов я оставил этот вот план мой собственный. И так получилось, что я примкнул, как мне казалось, случайно к одной церкви, которой сейчас в Красноярске нет. Она распалась, но тогда она была. Было человек 200, такая динамичная церковь, и я просто ехал в автобусе, по-моему, или в троллейбусе, смотрю, листовка лежит на сидении бюро, там приезжают евангелисты, там исцеляющие служения, там, ну, иностранцы, я думаю, о, наши. Я думаю, надо туда пойти. Прихожу, а там действительно наши. Ну, то есть братья и сестры по духу. Я познакомился, я влился в служение, я стал частью команды там, мы делали евангелизации. Я помню, у меня такая была часть моего служения. Мы кормили пенсионеров, социально необеспеченных людей, то есть там нам собес давал их списки, мы их приглашали. И вот в ДК Камбана Строитель, где сейчас проходит служение церкви христианская жизнь, тогда там была другая планировка, и там был такой зал, где потом после обеда я им проповедовал. И вы знаете, проповедовать пенсионерам после обеда, это почти то же самое, что делать сейчас, вот к вечеру, но хуже. Но вот у меня такая была тренировка. И вы знаете, ну, я не унывал, я радовался, я все равно видел, что кто-то из них, они переживают Бога, примыкают к церкви. И спустя какое-то время мы провели евангелизацию в городе Железногорске, это небольшой город, закрытый, который находится в 60 километрах от Красноярска. И там тоже люди спаслись, и мне мой пастор сказал, ну все, давай, начинай там служение, давай, церковь начинай, служи им. Я говорю, как? Я не готов, я не могу. Что я буду говорить? Потому что я-то абсолютно молодой, как бы и в возрасте, в физическом и в возрасте духовном. Он говорит, давай, а кто будет это делать? И тогда было такое время, что действительно, вот по благодати, из-за того, что было мало, мало делателей, и вот так вот мы необстрелянные такие зеленые становились служителями. И я стал, я сдался, потому что мне Бог начал говорить о том, что я должен это начать делать. И я начал церковь вот в 92-м году осенью, и мы будем праздновать день рождения церкви вот в следующее воскресенье в Железногорске. И вы знаете, я стал пастором, вообще не зная, как быть пастором. Меня вообще никто не обучал. Тот пастор, который у меня был, он тоже не был пастором, но до этого. То есть он посещал Пятидесятническую церковь, потом он стал харизматом, его оттуда выгнали, потому что он слишком стал таким разнузданным в их понимании. И он начал церковь, и церковь быстро выросла, остало там человек 200, там может быть больше. И все, и он тоже двигался, как понимал. И было такое время, что мы все двигались, как мы понимали. У нас была Библия, у нас была вера, но не было понимания. Вообще очень большого. То есть были пробелы во многих сферах, но было много благодати. И мы, как могли, служили людям. И представляете, вот через некоторое время вот этот пастор, он упал. И упал, ну капитально он упал. Он ушел из семьи, он оставил жену с тремя детьми, начал жить с сестрой одной из церкви, там, в Красноярске. И, конечно, часть церкви сразу ушла из-за этого. Он стал объяснять и проповедовать про Авраама, у которого было две жены. То есть Агарь, Сара, как вы понимаете. Ну что, у него как раз вот этот вариант, что типа вот он как Авраам, то есть ему можно. Ну это был бред, но тем не менее какие-то люди пытались еще оставаться в церкви. Как-то кто-то пытался там его вразумлять. Но его вразумлять было сложно, потому что он был пастор, над ним не было никого вообще. И знаете, его тактика какая была, ты смирись вообще. То есть вот его инструмент был, ты чего выступаешь? Будь в смирении, я же пастор. И вот этого было трудно. То есть когда вот нет этого механизма, а как? А как исправить человека, который облечен властью? Кто может вообще говорить в его жизни? А когда он беспределит? Ну вот что можно сделать, чтобы как-то выправить? Ну и поскольку все было, знаете, вот так вот не очень выстроено, он делал, что хотел, никто ему не был указ. И потом это все еще некоторое время продолжалось. Это вот сестра, у которой он жил, она в субботу варила сгущенку, она рванула. И вся кухня стала в сгущенке. Из этого родилось учение, но оно как бы не новое, что нужно соблюдать субботу. В субботу работать нельзя. Ну я там ржал уже через слезы. То есть мы теперь уже и субботники стали. Вот таким вот чудесным образом. Но в конце концов Бог мне сказал, что ну все, отлепляйся от него. Потому что ну как бы он уже не слышит меня. И через некоторое время церковь там развалилась. Этот брат, который был пастором, куда-то уехал. Я даже не знаю, что с ним сейчас. Это печальная история. Но я вам рассказываю, чтобы вы поняли, как бы тот определенный опыт, который я пережил, будучи пастором, будучи служителем, глядя на людей, которые обладали так или иначе властью, были пасторами. И на самом деле после этого я действительно пытался как одиночка, такой пастор одинокий, выстраивать с кем-то отношения. Естественно, я нуждался в людях, которые бы могли говорить мою жизнь. Я нуждался в духовных наставниках, духовных отцах. И все как-то не складывалось, знаете. Вот как-то не складывалось. И вы знаете, я вот так вот сканировал разных служителей с точки зрения, «А может ли он быть моим духовным отцом?» Не, зеленый какой-то. И вы знаете, много было зеленых тогда. То есть были люди, которые были пасторами, но они не были духовными отцами по сердцу своему. Поймите, пожалуйста. То есть они не функционировали как духовные отцы. Они были пацаны. Ну правда, пацаны. Пацаны, которым дали статус пасторов. И они служили, они росли, они набирались опыта. Но вот этого функционирования в отцовстве не было. И вы знаете, наступил такой момент, когда мне Бог сказал, «Ну, ты сам уже будь отцом». Вы здесь, друзья мои? И я понял, что в Боге есть вот эта благодать, где мы, не имея вложения в свою жизнь, хотя это нам нужно. Может быть, в семье, не имея должных отцов физических, не имея духовных отцов. Мы можем найти в Боге вот эту благодать, чтобы самим сформироваться. Чтобы наше сердце стало сердцем, которое что-то отдает. Сердцем, которое действительно создает атмосферу. И это атмосфера семьи. Друзья, правда, я верю, что духовная семья невозможна без родителей. Вы меня услышали? Потому что семья, она изначально начинается от папы с мамой. Это их идея. Это их союз. То есть дети, они не могут сделать семью, какими они были хорошими. Это просто будет большой детский дом. Я такие детские дома в виде церкви наблюдал. Дома, то есть, где все равны вроде бы, ну, там есть какие-то титулы, но нет духовного отцовства. И из-за этого происходит ситуация, где все примерно равные в духе, и все так или иначе конкурируют. Потому что ситуация детского дома – это сиротский дух, где братья и сестры конкурируют, пытаясь что-то доказать, пытаясь утвердить свой статус, пытаясь защититься от чего-то. И это создает печальную атмосферу конфликтов, столкновений, разделений, постоянных каких-то вот таких вот стычек, которые не дают мир для церкви. Мир, вот это вот замечательное состояние, когда церковь в мире должна расти. Понимаете, о чем я говорю вообще? И поэтому сегодня вот это время, когда Бог подталкивает нас как церкви, как служителей, как верующих людей к тому, чтобы мы строили семью духовную, а для этого, чтобы мы начали функционировать как отцы и матери. И функционирование крайне важно, потому что важно, какого качества исходит от тебя влияние. Вы знаете, к сожалению, мы, как протестанты, мы заменили некоторые термины. Вы понимаете, что существуют другие динаминации, крупные, допустим, существует католическая церковь, существует православная церковь, и там священники называются отцами святыми. То есть по определению их там называют отцами. То есть им постоянно напоминается, что они отцы. Ну и соответственно, когда тебе все время говорят, что ты отец, ну как-то тебя это должно мотивировать, чтобы ты и относился как отец к тем людям, которые к тебе приходят для того, чтобы ты им служил. Я не знаю, я не был частью ни католической, ни православной церкви, я не знаю, как у них получается, я думаю, по-разному. Но тем не менее, у нас даже и названия такого нет, официального, отец, духовного статуса. То есть у нас есть лидеры, у нас есть пасторы. Это хорошие термины, но они отражают иное. Услышите меня? Согласны, нет? То есть быть лидером хорошо, но это не то же самое, что отец. Даже пастор – это где-то даже не совсем как отец. Потому что иногда служители, воспринимая себя пасторами, они видят себя как такими духовными руководителями скорее, как людьми, которые пасут, ну знаете как, пасти можно по-разному, но они пасут, не строят семьи, пасут, не вкладывая свое сердце, не поднимая сыновей и дочерей, а пасут как пастухи. Потому что есть разница. Вот я пастух, а это овцы. И знаете что? Овцы никогда пастухами не становятся. Не замечали? Они всегда будут овцами. потолще, похудее, покудрявее или так далее. Но они овцы. Что я с ним делать? Пасти, стричь, снова пасти, лечить. Ну это хороший образ, но это даже не то, что вот мы имеем в виду – отец. Потому что если я отец, то тогда я понимаю, у меня есть дети, у меня есть дети, и это те люди, которых я должен вырастить. Чтобы вырасти, вырастая, они стали кем-то, сформировавшись, кто успешен, кто раскрыт в своих дарах, в ком я помог, чтобы они достигли своего максимума. И я понимаю, что в этом мое предназначение. И когда мы смотрим в Библию, мы видим удивительные примеры отцов. И Библия – честная книга. Мы видим примеры хороших и не очень хороших отцов. Мы видим, допустим, Адаму, первому отцу. Ему не удалось сохранить отношения между своими сыновьями. И я думаю, он переживал о том, что его один сын убил другого сына. Это трагедия. И может быть, он думал, но как я не заметил вот этого конфликта, как я не заметил, что происходит в сердце Каина. Где я был, когда у них вот эта была стычка, и где Каин уже убивал, но уже конкретно Авеля. Почему я не досмотрел? Я думаю, годами у него этот вопрос в сердце был. Мы видим Ноя, который был человеком веры, он действительно построил ковчег, и вся семья спаслась его. Он был молодец. Но мы читаем, что после того, как все спало, и он вышел из ковчега, он насадил виноградник, и произвел вино, и напился. В результате потом, вот как вы все знаете в этой истории, он проклял своего одного из внуков, и это проклятие, оно начало ходить в поколениях и повлияло на миллионы тех, кто родился от этого внука. Но правда ведь? Это тоже не здорово. И возможно бы этого не было, если бы он не напился. Если бы он не лежал в шатре обнаженным тогда, и вот не произошло того, чего произошло. Понимаете, о чем я говорю? То есть ошибки отцов иногда они очень сильно аукаются потом в детях, в детях их детей и так далее. Потому что есть наследие, которое мы все оставляем, и оно может быть хорошим, а может быть не очень хорошим, а может быть плохим. К сожалению, это так. Аврааму не удалось погасить раздор между Агарию и Сарой, и в результате пострадал Измаил. В чем был виноват Измаил? Скажите, друзья мои. Да ни в чем. Он родился, вообще-то и была идея Сары, как вы помните, да? Он родился, этот парень, и он хотел иметь отца. И он имел отца Авраама до определенного момента, пока этот скандал не разгорелся с такой силой, что Агарь была сыном выдворена, изгнана, и он стал безотцовщиной. Вы слышите? Вот этот парень, он пострадал. Но Бог сказал, конечно, я его благословлю, но он остался без отца, а это неправильно, это не сладко. Мы видим Лота, который жил не в том месте, строил компромиссное отношение с нечестивыми людьми. В результате его две дочери вышли за нечестивых мужей, он никак не смог повлиять на их выбор. В результате они потеряли своих мужей, и в результате через кровосмешение они родили от него, от папы два нечестивых народа. Мы с вами об этом говорили. И это тоже было не здорово для человека, которого Библия называет праведником в послании Якова. Исаак был лицеприятен, и он выбрал в любимчике не того сына. То есть Исаак выбрал в любимчике Исава. Хотя до их рождения, когда мама носила их в животе, и у нее там было плохо, и она молилась, Бог ей сказал о том, что именно меньше будет иметь власть. Она имела пророческое слово. Думаете, она не рассказала папе об этом? Я думаю, рассказала. Но папе нравился вот этот вот, который сильный, который охотник, который воинственный, вот этот мужик, а этот маминкин сынок Яков. И вот как-то вот он его хотел благословить. И из-за этого как-то вот все пошло на кувырек. И в результате Яков вынужден был бежать из дома, и он там скитался у дяди Лавана и вся эта история. Ну, конечно, Бог все оборачивает во благо, но тем не менее папа был неправ в этих вот ситуациях. Яков создал вообще сумасшедшую семейку. У него было четыре жены и двенадцать детей от всех этих четырех женщин, где была страшная конкуренция, где его покупали за мандрагоры. Вы помните? Ну, бред! Я бы не хотел быть частью такой семьи. Но, вы знаете, удивительно, что Господь, и опять же, работая над этой семьей, Он сделал из этой семьи двенадцать колен Израилевых. И дал это этой семье как бы такое наследие, которое до сих пор, оно как записано даже на воротах Нового Иерусалима, как вы помните, там имя одного из потомков Иакова, то есть Израиля. Почему я вам это рассказываю? Потому что Библия, честная книга, она показывает, что люди часто, отцы часто совершают ошибки. Но так важно, чтобы отцы имели правильное сердце. Их ошибки, они имеют серьезное влияние, серьезные последствия на их детей и на судьбы других людей. Аминь, друзья. И вы знаете, я когда-то я понял, что я беру на себя ответственность быть отцом. Я беру на себя ответственность давать наследие. И вы знаете, читая уже Новый Завет, я увидел хорошие примеры для себя лично. Я взял для себя в пример Варнаву. Вы знаете, Варнава замечательный, муж Божий. И когда мы смотрим на его историю, он особо как-то не выделяется. Не видно, чтобы он совершал записанных таких великих каких-то чудес, но он все время с кем-то вместе двигался. И мы видим, первое он делает такое замечательное действие, он берет под покровительство Саву, Саву. Шауля. Это то же самое, что и Саул. То есть на еврейском это одно и то же. Понимаете, да? Савла, который был гонителем, который покаялся, которому не доверяли, которого как бы сторонились, держали на расстоянии. И в принципе он имел мало шансов быть принятым, но ему нужно было, чтобы кто-то взял над ним вот это шефство, кто-то взял над ним это духовное покровительство. И Варнава сделал этот шаг риска. И он сказал, он со мной, образно говоря. И он начал брать его с собой вот эти поездки, он взял его к братьям, он как бы замолвил за него слово предапоствовами. И мы видим, что они вместе двигаются, вместе служат. И там мы читаем в Деяниях Варнава и Савл пошли туда, Варнава и Савл поехали туда, Варнава и Савл. И до 15 главы книги Деяний Варнава пишется в начале, Савл пишется на втором месте. То есть Варнава лидирует, он лидер, он покровитель, то есть он в этом тандеме, он тот, кто ведет. Но в 15 главе мы видим, Бог поднимает Савла таким образом, что он уже теперь пишется как Павел в конце главы. И теперь уже пишется Павел и Варнава. И Варнава как будто бы отходит на второй план, но он не переживает из-за этого, он не конкурирует с успехом Павла, он находится на своем месте, потому что он вложил в этого человека, он помог ему сформироваться, и в результате у нас есть апостол Павел, который сделал то, что он сделал. Вы слышите, друзья? И я думаю, а что если бы не было Варнавы рядом с Савлом тогдашним, кем бы он стал, кто бы его принял, кто бы ему послужил? Мы видим в одной из мессионерских путешествий Варнава говорит, давайте возьмем Марка, Иоанна Марка, давай возьмем. Они берут и как-то там все там не идет, и потом уже Павел говорит, нет, давай не будем его брать, он не подходит, он трус, образно говоря, давай не будем его брать. Но Варнава отстаивает свой взгляд, он говорит, нет, его надо взять. И из-за этого у них конфликт, они расходятся. Павел берет силу, а Варнава берет Иоанна Марка, и они ходят вместе. И через некоторое время мы видим, Иоанн Марк формируется как писатель Евангелия от Марка. Это как результат вложения этого Божьего человека, Варнавы. Согласны? И в конце мы видим, в конце своей жизни Павел пишет в посланиях, что Марк, его возлюбленный сын, он пересмотрел к нему свое отношение спустя время. Но все это, опять же, благодаря Варнаве, который верил в Марка. Мы все нуждаемся в людях, которые в нас верят. Мы все нуждаемся в людях, которые в нас вкладывают. Мы все нуждаемся в людях, которые в нас заинтересованы. Потому что, когда я чувствую, что я никому не нужен, тогда создается такая атмосфера, вот такая, вокруг меня, что я один. Я должен сам пробиваться. Я должен своими усилиями, своей головой что-то тут предпринимать и делать. И это состояние не семьи, это не состояние сына, у которого есть отец, который поможет ему всегда, который подтолкнет, вытолкнет его. Вы здесь, друзья мои? И я верю, что есть множество замечательных людей с огромным потенциалом, которым важно помочь. Я вам расскажу пример. Мы, когда начали ездить в Вифиль, это было лет семь назад, мы там увидели пророческие танцы. Я не знаю, как вы относитесь к пророческим танцам, нам они понравились. Я сначала не понял, и там еще, тем более, на сцене какой-то мужик в усаду танцевал, как бы мужиков, я не сильно понимаю, которые танцуют. И потом я там попал на такой арт-вечер. Они раз в какой-то промежуток такой большой делают, пророческий арт-вечер. И там я удивился, там, знаете, пророческая картина, ну ладно, я это понимаю, я художник. Там пророческая кулинария, там пророческий, как это называется, макияж, ногти-то еще красят, маникюр, да-да-да-да-да-да. Ну, думаю, ну ладно, тут, наверное, сестры понимают. Потом какие-то стихи там были, я английский не сильно, но там я понимаю, там что-то они там слушали, там кто-то выступал, тоже там пророческие, это все дело. И пророческие танцы, вот там. И я смотрю, какая-то русскоязычная девчонка, я вылавливаю ее, она с Украины, и она как раз в команде пророческих танцев. Я начинаю с ней разговаривать, я говорю, слушай, объясни мне вообще, что это такое? Они учатся слушать голос Духа Святого. И через пластику танца способность танцевать, это дар, который Бог дал человеку, я говорю, ну да, да, согласен. Через это они учатся выражать то, что Бог хочет говорить. То есть это еще один язык, через который Бог может говорить к собранию и менять атмосферу. И у них там есть свидетельство, как вот атмосфера менялась, там что-то происходило, когда именно танцоры начинали действовать. И я думаю, ну вот это мне понятно, да, вот это интересно. И у нас появилось желание, чтобы у нас кто-то начал танцевать. И мы возвращаемся в Красноярск, и я думаю, ну так, ну кто же у нас будет танцевать? Кто же, кто же, кто же, кто же? И вы знаете, когда в церкви нет ресурсов в виде людей, которые одарованы для того или другого, то какие у тебя идеи бы не были, то есть ты просто отдыхай, как пастор. Но я увидел, что у нас есть Юля Соболева. Юля Соболева, она в прошлом там активно участвовала в молодежке, там что-то пела, там какие-то там они постановки делали, но она на тот момент, она была такая уставшая, ей ничего не хотелось сделать, то есть она как бы так отошла от всякого служения, и я давай с ней там общаться, там жену подключил, мы там давай ей писать, там скидывать ей видео. Юля, давай, давай, ты начнешь танцевать, давай. Она упирается, она говорит, не, 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 да ну, да что это, да кому это надо? И в общем, мы ее уговорили, что у нас была молитва, неделя молитвы и поста. Я знаю, у вас тоже в объединении есть, у нас тоже есть, тоже зимой, тоже, и летом еще есть у нас, два раза в год. И вот на зимний, там небольшое будет собрание, давай, попробуй. И вы знаете, было, ну, как бы, мы ей ткани покупали, даже какие-то там одежды сценические, ну, вот как бы, ну, вкладывали вот какие-то свои деньги, тут там пусть небольшие, но мы ей показывали, что для нас это важно. И вот она первый раз танцевала, там, на служениях, и она потом ждала отклика, она пришла, ну что, ну как? Мы ей говорим, супер, классно, вот ты так пробежала, прямо ветер Духа Святого. Она, да, правда, да, правда, так продолжай, да, продолжай, а что другие пасторы, да неважно, давай, продолжай. И мы дали ей такое покровительство, то есть мы ее, как бы, вдохновляли, что она, ну, на своем месте. И вы знаете, она через некоторое время почувствовала, что она на своем месте, и она начала танцевать уже более уверенно, она начала танцевать уже на воскресных служениях, прямо на сцене, во время прославления. И знаете, начали люди там замечать это, и присоединяться к ней другие сестры. Оказывается, есть, оказывается, были в церкви другие люди, призванные к этому служению, но поскольку этого служения не было, они просто были прихожанами. Допустим, Татьяна у нас такая есть, она мама четверых детей, и она просто, ну, представляете, мама четверых детей, занятость обеспечена, ну, нормально. Она просто вся как выжатая, как лимона, просто приходила в воскресенье, где-то сидела, и уходила. Вот, как бы вот, все, что она могла делать. И то, если муж там ее сидел с детьми, там они по очереди могли это делать. И мы делаем пророческие курсы, она, Таня, идет на пророческие курсы, и ей дарит рисунок, и там рисунок, танцующая женщина, и послание такое, Бог приглашает тебя танцевать. И она вспоминает, а у меня же в детстве была мечта танцевать. Может, мне попробовать? И она приходит к Юле, говорит, Юля, я хочу танцевать. Юля на нее смотрит, и говорит, ну, ты знаешь, а что ты умеешь? Говорит, ничего. Говорит, слушай, ну, сначала бы тебе как-то вот, ну, как-то вот над пластикой поработать, там, всякие упражнения поделать. Давай. И она там, я расписала все упражнения. Таня приезжает домой к мужу. Муж ей делает дома станок, не деревообрабатывающий. Понимаете? То есть, станок вот этот вот, балетный, да. И Таня все лето упорно похудела, похорошела. Приходит к осени к Юле, говорит, я готова. Юля на нее смотрит, другой человек. Представляете? И она прямо влилась в служение. Сокращая историю Таня сейчас, когда на сцене ты ее видишь, такое ощущение, что она там родилась. Ну, вот, ну, просто я любуюсь глядя на нее, как она вдохновенно поклоняется Богу, с какими эмоциями. И на нее так сходит Дух Святой. Она иногда валяется там за кулисами. Правда. Правда такое происходит. Она переживает Бога, как никогда до этого, когда она просто сидела в зале. И она просто вошла на свое место. Другие там девчонки начали присоединяться. Юля там начала их профилировать. Так, ты ответственная там, ты за молодежку, ты там за детское, ты там за филиал. И раз служение растет. И я говорю, Юля, вот мы едем на школу сверхъестественного, в Ачинск, давай, напиши семинар по пророческим танцам. Она говорит, как? Ну как, ты сможешь, давай. Я знаю, в твоем сердце есть. Вот, тебе Бог уже говорил. И она пишет семинар. Вы знаете, у нее не было большого опыта публичных выступлений. Но она начинает выступать. И я ее вдохновляю, и я ее поправляю. Я говорю, вот это было здорово. А вот это давай уберем, здесь вот сократим. Я верю в нее. Я говорю, вот в следующий раз будет лучше. И правда становится лучше. Через некоторое время она ко мне приходит и говорит, у меня есть такое желание, ну, вот как-то многим церквям рассказать об этом, потому что они не знают. Я говорю, класс. Я говорю, это апостольский призыв в этой сфере. Давай, двигайся. Она говорит, я хочу написать книгу. Я говорю, пиши. И она пишет книгу. И она издана. И она лежит вон у вас. Продается. Проходит время, возникают некие проблемы. Мы видим, что в некоторых церквях неверно люди понимают, что значит пророческие танцы. Начинают танцевать по плоти. Из-за этого происходит огорчение. Я говорю, Льюль, надо написать новый семинар. Как танцорам слышать Духа Святого. Я объясняю ей. Она говорит, все поняла. Она пишет новый семинар. И она сегодня пишет вторую книгу. И все это, друзья мои, процесс, потому что у нее есть духовные родители. Поймите, пожалуйста, я не рекламирую себя. Я привожу вам пример. Пример, когда мы можем наделять людей силой. Стать теми, кем Бог о них мечтал. Потому что всем нужны кто-то, кто будет в них верить. Всем нужны кто-то, кто будет в них вкладывать. А это работа отцов и матерей. Вы слышите? Но, к сожалению, не понимая, мы можем не функционировать как папы и мамы. И мы будем говорить с вами о том, как быть отцом. Мы будем говорить с вами о том, как быть сыном и дочерью. Я как бы сразу вам попробую. А сейчас мы с вами поговорим немного о таких общих вещах. И прежде всего я хотел бы вам прочитать два последних стиха Ветхого Завета. Конечно же, это книга пророка Малахии, 4 глава, 5-6 стих. Господь говорит, вот я пошлю к вам Илю Пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятие. И мы видим, Господь говорит о пророческом служении, которое должно совершить работу подготовки, прежде чем он придет. Понимаете, да? И я верю, это мое представление о том, что всякое большое действие Божие, оно нуждается в некой подготовке. То есть важно, чтобы что-то произошло в сердцах. Потому что здесь Господь говорит о сердцах. И Он говорит здесь именно о сердцах между поколениями. Он говорит о отцах и детях. И вы знаете, я как бы, ну опять же, залез в греческие, пытался понять, а что там. И вы знаете, там не говорится, там лучше так сказать, перевести. и он восстановит сердца отцов к детям и сердца человека к ближнему его. Почему я вам это говорю? Потому что, когда мы читаем синодальный перевод, у нас такая зацикл... круг получается. Отцы к детям, дети к отцам. А если читать с греческого, точно, это не греческий, это вот древнееврейский, да, получается. Отцы к детям, а дети к ближнему. То есть, дальше пошло. То есть, как бы, расширение идет влияние. Так вот, вы знаете, сейчас как раз тот сезон, когда нужны отцы. Потому что с них начинается, с отцов и матерей. Они являются инициаторами. Они являются от кого исходит то или иное. понимаете, да? Дети без отца это не могут сделать. У них нет полномочий. Это совершенно другая постась. Здесь нужны духовные родители. И вы знаете, для того, чтобы нам понимать эту цепочку, нам важно увидеть, что Господь реформировал мышление верующих людей со времен Ветхого Завета. Потому что в Ветхом Завете, конечно же, евреи не рассматривали Бога как отца. Но этот отец, он не имел в их понимании безусловно любви. Это был требовательный отец. Это был отец с определенными условиями. И если ты эти условия не выполняешь, то тогда плохо тебе будет. Я хочу прочитать вам местописание из книги Второзаконий. Это 32 глава. Я попытаюсь сократить. Имя Господа прославляю. Воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенные дела его, все пути его праведны. Бог верен и нет неправды в нем. Он праведен и истинен, а они развратились пред ним. То есть имеется ввиду народ. Они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сиели вы воздаете Господу, народ глупый и несмысленный. Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? И дальше здесь перечисление идет, что он делал, что он благословлял, питал мед, холил их, лелеял и так далее. Все делал для Израиля. А Израиль стал упрям, удучнел, отолстел, разжирел и оставил он Бога, создавшего его. И призрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его и мерзостями своими разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу. И что Бог? Какая его реакция? И в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих. И сказал, сокрой лицо мое от них и увижу, какой будет конец их. И они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражали меня не Богом, суетными своими огорчали меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их, ибо огонь возгорелся в огне моем, жжет до ада преисподнего и поедает землю произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои, будут истощены голодом, истреблены горячкою, лютую заразую, пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле, извне будет губить их меч, а в домах ужас и юношу и девицу и грудного младенца и покрытого сединой старца. Я сказал бы рассею их и изглажу из среды людей память о них, но отложил это из-за чего? Ради озлобления врагов, чтобы враги его не возносились и не сказали наша рука высока и не Господь сделал все сие, ибо они народ потерявший рассудок и нет в них смысла. Жесть! Представьте себе, как они воспринимали Бога, то есть вот такой он Бог, который может просто смотреть, говорит, я сокрою лицо и буду смотреть, когда конец к вам придет и пошлю на вас все вот это вот, от большого до маленького все погибли. И понятно, что у древних евреев был страх пред Богом и в их культуре сформировалось трепет даже пред его именем и, как вы понимаете, они даже не пишут слово Бог Б черточка Г БГ потому что это страшное имя и имя вот это вот которое они знают они его не называют и придумали заменитель Адонай да потому что это трепетно это страшно и вот Иисус приходит и он говорит я открыл им имя то есть людям какое отец и это реформа в голове вот вот какой отец и он говорит вот в послании точнее в Нагорной проповеди о том что отец мой он посылает дождь на праведных и неправедных он поверяет солнцу восходить над злыми и добрыми и это против принципов Ветхого Завета потому что в Ветхом Завете Бог даже своему народу говорил что если они согрешают то я заключу над вами небо и не дам дождя не будет даже своим детям а здесь в Новом Завете Иисус говорит нет мой Бог он дает всем то есть мой отец точнее он говорит дает всем дождь и злым и добрым праведным и неправедным но это несправедливо как так почему он добр ко всем ну потому что на самом деле он такой и на самом деле именно через Иисуса Христа мы получаем откровение сердца отца о том какое на самом деле и вот представьте себе ну вот этих вот рыбаков этих ребят апостолов которых мы называем которые сформировались еще в той культуре вот они воспринимали Бога вот так как в Ветхом Завете и вот приходит откровение через Иисуса Бог есть любовь без условий Он принимает Он любит тебя такой какой ты есть и это революция в голове это знаешь это все перевернуто и это навсегда вот знаете в сердце как печать что Бог Он именно такой Он Отец и они именно такую начинают формировать культуру где есть вот это отцовство которое течет от Бога и оно течет на небо к его людям точнее с неба на землю Иоанн пишет 1 Иоанн 1.4 о том что было от начала что мы слышали что видели своими очами что рассматривали что осязали руки наши о слове жизни ибо жизнь явилась и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам всю жизнь вечную которая была у Отца и явилась нам о том что мы видели и слышали и возвещаем вам чтобы и вы имели общение с нами а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом и сие пишем вам чтобы радость ваша была совершена они упиваются этим фактом общения с Отцом и они говорят жизнь пришла наконец-то жизнь пришла настоящая жизнь не сухая религия не просто догмы не просто ритуалы а есть общение ребята будьте в общении потому что наше общение с Отцом и с Сыном Его и с Духом Святым Аллилуйя и я верю что на самом деле церковь это место вот этого наполненного общением соединения где мы переживаем это отцовство которое течет опять же через людей с неба на землю и нам необходимо познавать отцов Иоанн пишет в первом послании теперь во второй главе пишу вам дети потому что прощены вам грехи ради имени Его пишу вам отцы потому что вы познали сущего от начала пишу вам юноши потому что вы победили лукаво и вот пишу вам отроки потому что вы познали отца отроки самые младшие и здесь можно сказать разные возрастания то есть отроки потом идут юноши потом идут уже отцы и нам важно познать отца Нам важно встретить отцовство с самого начала нашего христианства. Нам важно переживать к себе такое отношение, когда к нам относятся по-родительски, по-отечески. Вы слышите? Это нормально. И когда этого нет, есть как бы дефицит вложения в нашу жизнь, мы можем формироваться как-то с некими искажениями. И вы знаете, я вижу, что Бог, Отец, Он является таким как Отцом, который, как Он ввел Своего Сына, сначала Он ввел во Вселенную, потом Он ввел его уже в мир земной. И, допустим, мало об этом написано, но мы читаем послание к евреям в первой голове, с первого по шестой стих. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророков, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престол в величином высоте, будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред Ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, Ты сын Мой, Я ныне родил Тебя, и еще Я буду Ему отцем, и Он мне будет сыном. Так же, когда вводит первородного во Вселенную, говорит, и да поклонятся Ему все ангелы Божии. Вы можете представить церемонию, когда Бог Отец представлял Сына ангелом? Он вводил его. И вы знаете, это привилегия Отца, вводить своего Сына во что-то, в мир, в служение, в ремесло, во что угодно. То есть Отец имеет эту власть. Сын, он без Отца, он сам должен пробиться, но когда у него есть Отец, покрытие, Отец вводит его. И в этом есть власть. И ангелы, я вижу, поклоняются, и они принимают Иисуса, потому что Отец здесь, потому что Отец говорит, потому что из Него исходит Слово. И дальше мы видим, Иисус уже на земле рождается, и Он рождается, интересно, Он рождается в семье плотника, престарелого плотника, молодой девочки, Марии. Он рождается в хлеву, Ему не хватает места. Вот так мы понимаем, как может не хватить места кому? Богу, где-то в нормальном доме, в гостинице, в чистом месте. И как это странно выглядит. И мы понимаем, что Иисус, живя в доме Иосифа, который является Его земным отцом, Он учится у Него ремеслу плотника. Кто-нибудь из вас строгал дерево, друзья? Это ремесло, знаете, ну, не из приятных. Ты потеешь, ты получаешь занозы, у тебя грубые руки в мозолях, и то, что ты делаешь, твои изделия, они такие, знаешь, иногда не очень изящные. Но Он стал плотником по плану Папы Небесного. Я верю в это, потому что Отец Небесный, Он, выбирая время и семью, где сын родится, Он выбрал заранее, Он выбрал точно. Это был его план. Если бы я выбирал, я не знаю, я бы выбрал там богатую семью, которая бы дала хорошее образование, где были бы здоровые, хорошие, зрелые родители, которые могли бы обеспечить хороший комфорт моему сыну там на земле. Земля – это вообще небезопасное место. И я вообще не понимаю, как так? Иосиф рано умер. И что такое? И теперь, что Иисус, Он должен быть кормильцем и делая вот эту работу, кормить семью. Но мы можем только предполагать, как там это все происходило, потому что у нас нет никаких библейских каких-то там историй на этот счет. Есть, понимаете, предание, но как бы такой для нас другой уже источник. Но тем не менее, можешь себе представить. И я могу себе представить, что был такой момент, когда Иосиф, он мог вводить своего сына в ремесло, учить его, знакомить его с другими такими же плотниками. Вы знаете, в древности люди ремесла, они такие как, ну, они артелями, или такими как, это русское слово, слободами они такими жили. И у них как, они знали друг друга. Там кожевники знали друг друга, гончары знали друг друга, знали кто что может, кто какие делает там изделия. Этот не очень, этот вообще хороший мастер. И я верю, что Иосиф, он вводил Иисуса в круг своих вот этих вот друзей, может быть, конкурентов. И он говорил, там мой сын, он будет после меня. Он будет, знаете, какие делать изделия? Вот это мое место на рынке, это ему место достанется, чтобы вы знали, вот он будет здесь стоять. И он потом стоял. А куда он девал то, что он выстрадил, друзья мои? Или у вас радужные картинки такие? Наверное, продавал, конечно. А как, а на что жить? Ведь он только в 30 лет начал служение, друзья, а до 30 лет, что он как дожил-то, на какое обеспечение? Ну, как или, там, вороны ему ничего не приносили? Не записано? И опять же, когда Иисус крестится в Иордане, Папа вводит его в служение, Папа Небесный, тем, что он говорит с неба, сей есть Сын мой возлюбленный, которым я доволен, или, как мы читаем, в котором мое благоволение. Это была важная фраза, это был важный голос, ему важно было это услышать, это была инвестиция в Него, это дало ему, знаете, идентификацию и уверенность. Вы знаете, почему мы не уверены? Потому что в нас отец не вкладывает. Вы знаете, почему мы не знаем, кто мы? Потому что в нас отец не вкладывает. В меня вкладывал мой отец, и он был уверен, что я художник. И я верил ему. Поэтому я терпел и полжизни учился. Но это было его вложение. Он делал это как мог. Мы нуждаемся, мы нуждаемся, чтобы кто-то в нас верил и кто-то нас вводил. Слышите? Кто-то нас вводил. И когда мы, как лидеры духовные, мы сторонимся от наших людей. Слышите? И мы думаем, пусть они сами пробивают себе дорогу. Мы создаем ситуацию людей, которые лишены наследия. Они вынуждены стартовать с низкой точки. Мы не позволяем им стартовать с того наследия, которое мы приобрели, с того опыта, который есть у нас. Смысл? Зачем нужно стартовать из наследия отцов, чтобы ты стал более успешным и сделал больше, чем твой отец? Вы понимаете? И когда мы все стартуем с нуля, мы все бежим в свою дистанцию, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но мы все делаем немного и совершаем немного. Но если бы у нас был отец, на чьи плечи мы могли бы встать, то бы мы стартовали не с нуля, не с нулевой позиции. Она была бы совершенно другой. Вы знаете, у нас недавно была конференция влияния, приезжал Эрик Джонсон. И он рассказывал нам, что вы восхищаетесь церковью Вифиль, но вы должны понять, что эта церковь строилась многие-многие годы. И что когда-то кто-то начинал, когда ничего не было, начинал выстраивать какие-то ценности. И это, знаете, это был как старт. Старт, когда они поставили когда-то как ценность прославления. И он говорил, что вот мой дедушка, я его называл по имени дедушку, он был пастором. Эрик пастор уже в пятом поколении. Представляете? То есть он не с нуля стартует. Сто процентов. И он говорит, и мой дедушка, он заменил пение гимнов по листочкам на проектор, который высвечивал текст на стену. Вот знаете, древние эти проекторы. И тогда церковь там сбунтовалась. Кто-то ушел. Потому что это была революция. Как так? Всегда были листочки. А тут проектор. Сатанинская какая-то вот техника. И это было странно. Для нас это странно. Что тут бунтовать-то вообще? Нормально. Это для нас. И они шли шаг за шагом. И сегодня их прославление слушают по всему миру. Я его слушаю. Оно меня вдохновляет. Они пишут тексты, которые касаются сердца. Они пишут мелодии, которые хочется петь. Поэтому мы их переводим, как можем, и поем на русском языке. Но этого не было бы сегодня, если бы не выстраивалось это наследие. Дедушка, потом отец, потом он. Понимаете, о чем я говорю? Когда-то он говорит, у нас в древности, когда-то, много лет назад, произошло одно единственное исцеление. Исцелился человек. У него локоть от артриты исцелился. И мы, говорит, понял? Сейчас я закончу вот эту вот мысль. И мы пересказывали это свидетельство до дыр. Мы рассказывали друг другу. Мы рассказывали там людям на улице, знакомым, друзьям. У нас было всего одно единственное свидетельство об исцелении. Но они взяли это как ценность. Они начали строить на этом. Прошли годы, и сегодня у них много свидетельств об исцелении. И совершенно других, феноменальных. Потому что они выстроили наследие. И отцы что-то передавали своим детям, а дети своим детям. И так далее. Давайте мы сейчас коротко помолимся, пойдем на перерыв. Господь, мы благодарим Тебя. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы дал нам благодать стать духовными родителями для кого-то, стать духовными инвесторами, стать варнавами, стать людьми, которые заинтересованы в других людях, в чужом успехе, в чужом росте. Господь, мы хотим увидеть это в Тебе. И мы просим Тебя, вложи это в нас, как Твое откровение. Мы принимаем это в свое сердце и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Дорогие братья и сестры, хочу засвидетельствовать о славе Божьей только что. Меня Господь прорастил ноги. Я прям почувствовала, как вырастил ноги. У меня был перекос. Одна нога была короче на 1-2 сантиметра. Это как бы из-за скалёта. Последствия. И сейчас я, одна нога выросла даже длиннее другой, пришлось и вторую прорастить. И теперь я даже чувствую, что я вышла, ой, стала выше ростом. Слава Иисусу! Класс! Господь, благодарим Тебя за это. Это говорит нам о том, что Бог здесь и сейчас. И Он может вас исцелять, Он может вас ободрять, приносить новую надежду в вашем сердце. Поэтому давайте будем открыты. Ваши ожидания, они притягивают Божие сверхъестественные действия. И мы с вами говорим о важности того, чтобы в наших общинах были отцы и матери. И знаете, что происходит, когда нет отцов и матерей? То есть мы говорили, что этот отец, это тот, тот, кто идентифицирует детей, тот, кто вкладывает в них. Больше мы об этом будем говорить завтра. Но когда нет отцов, тогда получается, что мы все просто братья и сестры. Слышите, да? И мы как бы равны. И враг часто использует вот эту нашу равность в конкуренции. И вы знаете, что я понял, что всякий раз, когда мы искушаемы духом конкуренции, и мы отвечаем на это приглашение, начиная себя сравнивать с кем-то, всякий раз мы будем в поражении. Мы проиграем. Скажите, вы сравнивали себя когда-нибудь с кем-нибудь? Правда ведь? Да. Вы знаете? Постоянно. Расскажу вам историю. Не так давно стою, я в церкви в нашей, как пастор на первом ряду, там пасторы стоят. И одному нашему пастору, наш лидер, местоуказатели, группа порядка, он подносит такой толстый конверт с деньгами. Мы просили передать вам благословение. Раз так, вручил им и ушел. И он такой, раз, это толстый, нормальная пачка, в карман себе так засунул, у него так оттопыривается задний карман, джинс, и он рядом со мной стоит, а я как бы поклонялся, в какой-то момент раз, я увидел всю эту картину, ну и как бы продолжаю, и у меня начинает мысль работать. А почему мне ни разу такой конверт не давали? Толстый. Ну правда. И знаете, как это работает? Я думаю, наверное, и я же должен как-то защититься. Я вот в этом сравнении чувствую, проигрывал, ему-то дали, но это факт. И я начинаю объяснять. А он просто выжимает из людей деньги. Он просто так проповедует, что они дают ему, думая, что они получат. И тут мне Дух Святой говорит, ты просто порадуйся за брата. И я понял, я гоню. Правда, друзья. Я говорю, прости, Господь. Я начал за него радоваться активно просто. Говорю, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты так его любишь, Ты его так благословил. Аллилуйя. Но через некоторое время меня Господь хорошо благословил. И вот вы знаете, мы, когда мы равны, мы так или иначе смотрим, а как он, а что, а как этот, а что этот. И мы видим, что вот подобная вот ситуация была какое-то время в команде у Иисуса Христа среди апостолов, потому что в голове, конечно, было понимание, что надо как бы спланировать хотя бы на будущее и понять вообще, а кто будет больше в Царстве Божьем из них. А не все ли равно тебе? А нет, им было не все равно. И вот этот дух конкуренции, дух, которого на небесах абсолютно нет, он, к сожалению, пребывает на земле, и он создает такую конфликтную или конкурентную среду, в которой чудеса не действуют. И когда, наоборот, они абортируются. Мы можем посмотреть на разные библейские истории. Например, ветхозаветный Иосиф, которому Бог дал сны. Помните Иосифа? Но прежде всего надо сказать, что папа его немножко неосторожно, Яков, поступил тем, что он сшил цветные одежды одному сыну. Вы слышите, да? Вот одному. Потому что он его любил. И до этого-то и так братья его сильно, как-то вот не сильно его любили, но после этого они как-то начали к нему плохо вообще относиться. Потому что он начал выделяться. Вы знаете, вот когда мы равны, мы не любим, когда кто-то выделяется. Когда кто-то по каким-то параметрам начинает, ну как-то вот, ну почему-то выглядит лучше нас, успешнее нас, богаче нас, духовнее нас. И наша реакция такова, что мы пытаемся отвергнуть этого человека, конфронтировать с ним так, чтобы, ну мы, ну или там, дать ему по голове, чтобы он стал таким же, как мы. Понимаете, да? И более того, Иосиф начинает видеть сны от Бога. Он видит сны, и он рассказывает своим братьям, братья слушают сны, и написано, и они его возненавидели, и не могли с ним говорить хорошо. Представьте себе, что с их братом, то есть в их семье есть человек, с кем Бог говорит через сны. Но это же здорово, можно порадоваться. Но знаете, какая деталь им не дает радоваться? Потому что в этих снах от Бога, друзья мои, почему-то в будущем так вот сны говорят, они должны поклониться вот этому Иосифу, вот этому выскочке, вот этому самому, это что это, с каких-то щей мы должны ему поклоняться вообще? И они, возненавидев его, хотели сначала убить, но потом продали в рабство. То есть они его абортировали. И вот когда мы не имеем отцов внутри нашей церковной культуры, мы абортируем людей, которые начинают выделяться через свои дары, через какую-то креативность, и мы гасим всякое творчество, мы гасим всякую инициативу, мы устанавливаем такой средний уровень посредственности или серости. Вы слышите, друзья мои? Вы знаете, на самом деле мы, как церковь, мы имеем удивительный контакт с Богом. У нас есть вот эта вот связь, Господь живет в нас, и по идее мы можем иметь прорывные какие-то открытия, идеи, мы можем строить такие вещи, которые будут приводить в удивление мир, но, друзья мои, знаете, что происходит? Мы пользуемся тем, что мир придумывает, мы как бы плетемся в хвосте за теми технологиями, которые мир нам предлагает, за теми, не знаю, там, идеями в моде, которые мир нам предлагает. Вы понимаете, о чем я говорю? И мы их критикуем, нам они не нравятся, там, ну, я имею в виду, мы как церковь, но тем не менее, мы пользуемся, мы пользуемся телефонами, и вы также модно одеваетесь, вы модно одеты, иногда мы модно одеты по моде 50-летней давности, но все равно по моде, кто-то же все равно это когда-то придумал, да? И у меня возникает вопрос, ну, а почему мы как церковь, почему мы как люди, которые, у которых есть связь с Богом, потому что я верю, что Бог дает идеи, Бог дает улучшение жизни, Бог дает что-то, что делает жизнь людей более, ну, как сказать, продвинутой. Почему мы этого не получаем? Потому что у нас вот эта культура конкуренции, где мы гасим инициативных людей, и творческих людей, людей, которые могут выделиться, почему? Из-за конкуренции, потому что нет семейственности, потому что это возможно вырастить, когда есть нормальная культура семьи, где есть отцы, где есть покрытие и где есть раскрытие каждого дара, где отец может наделить каждого и сказать, ну, ты же вот этот, а ты вот этот, вы оба молодцы, каждый в своем развивайтесь. И Библия говорит нам о том, что каждый из нас имеет свой дар, например, послание к римлянам, 12 глава, с 3 по 8 стих, прочитаю вам. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого, члены. И смотрите, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. Имеешь ли служение? Прибывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещевайся ли? Увещевайся ли? Раздавайте ли? Раздавайся ли? Раздавайся ли? В простоте. Начальник ли? Начальство с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. И здесь мы видим разные формы благодати, которые, преломляясь в нас, дают нам способность быть уникальными в нашем служении. Понимаете, друзья? Но когда мы не понимаем своей уникальности, мы смотрим на других, и мы пытаемся кого-то копировать, или мы пытаемся занять чье-то место. К примеру, на мне есть благодать быть раздоятелем. Ну, к примеру. А я говорю, а почему я не пророк? Почему я не пророчествую, как тот? Я хочу быть пророком. Но постой. А зачем тебе быть пророком? Зачем тебе с ним конкурировать? Зачем тебе пытаться перекрикивать его или пытаться формировать вот эти пророчества, как бы от Бога, которые выглядели бы ярче, духовнее, чем у Него? Тебе просто важно понять твою уникальность. И вот в этой процессе нам помогают отцы, которые помогают нам понять, кто мы такие. Аминь, друзья. И вы можете себе представить, вот мы тут на поезде приезжали в Новосибирск, и когда подъезжаешь в Новосибирск, там много есть путей железнодорожных, там развязки, узлы, там какие-то стоянки есть. Но вот представьте себе, что вы поезд, и вы стоите на такой развилке, и множество, множество, множество вариантов, множество вариантов, куда вы можете поехать. Но только на одном зеленый свет для вас горит, а везде красный. Понимаете? Но если вы этого не видите, вы поедете не по своей ветке, вы будете заниматься не своим делом, вы будете служить не на своем месте, и вы будете защищать себя вот не на своем месте, и конкурировать с другим. Понимаете? И нам важно вот эта самоидентификация, нам важно понять, кто я в теле Божьем, какова моя уникальность. И вот эта конкурентность, она приносит проблемы. Другой пример. Вы помните царя Давида, да? Но когда он еще не стал царем, он был просто молодым человеком, ему было лет 16. И вы помните эту историю, когда пророк Самуил идет в селение, где живет его семья. И это уже событие. Пророк – это человек, авторитетнейший во всем Израиле. И он идет в селение, у него какая-то миссия, и это ажиотаж. Зачем он идет? Что он будет делать? Он просто так не приходит. Может, у него слово от Бога. Может быть, он будет действие какое-то делать. И тут он приходит до Моисея. Это вообще событие. Он ни разу там не был. И теперь он пришел. Величина. Это как будто, знаете, президент пришел ко мне в гости. И папа там с ног сбился. Там, естественно, готовят прием, там стол, там готовят по полной программе. И пророк говорит, я пришел, потому что один из твоих сыновей, он будущий царь. Собери всех сыновей своих. Ну, ко мне. И вот он собирает всех сыновей. Восемь у него было. Помните, да? Старший Ильяв, потом все остальные. И вот они стоят все там. Замерли в ожидании. Что скажет пророк? А пророк молится. Он подходит к первому Ильяву. А до него, помните, кто был? Саул, да? И Саул написано, он был наголо у всех израильтян. То есть, понятно было, кто должен быть царем следующим? Тоже самый высокий, самый старший, самый сильный. Ну, такой должен быть царь. И Ильяв, наверное, думает, это я. Я для этого был рожден. Сейчас это произойдет. Сейчас пророк скажет, это Ельяв. А он говорит, не он. И остальные братья, yes! Мы всегда знали, что это не он. Потому что это я. Каждый думает, я. И пророк дальше идет. Не он. Да, да. Не он, не он, не он. И все закончили, сыновья. Все не он. Неоновые. И они все в замешательстве. И пророк в замешательстве. И он говорит, слушай, Иисей, а у тебя есть еще сыновья-то? А, точно. Давид же есть. А зачем? Ну как? И пророк говорит, мы не сядем обедать, пока он не придет. И знаете, такая радостная прямо картина. Стол накрытый. Все остывает. Все сидят. Ждут этого. Пастушонка. Чего это мы должны его ждать? Его всегда, на побегушках он был, его всегда отправляли. Кто понесет? Он понесет. Кто пасти? Он. Вот он младший, пусть он и делает. Понимаете? И тут все его ждут. Есть нельзя. У всех настроение испорчено. И вот приходит этот пацан. И пророк говорит, он. И вот эти братья его, они не согласны. Бог ошибся. Нет. Не может быть. Нет. Мы не принимаем. даже пусть хоть 10 раз пророк говорит. Да хоть он на него там тонну масла вылит. Мы не согласны. Какой он царь? Да не царь он вообще. И когда позже. И когда позже. Давид приходит просто, опять же, на побегушках. Он приносит от папы, помните, там сыр, хлеб. Пришел на поле битвы. И в нем ответ для проблемы израильтян. В данный момент. Потому что никто не может победить Голиафа. И Бог уже возложил на него помазание. Победить Голиафа. Но братья смотрят на него. И они говорят, уходи отсюда. Мы знаем твое злое и испорченное сердце. Высокомерное и испорченное сердце. Уходи отсюда. Что они делают? Они его абортируют. Почему? Они конкурируют. Они не принимают его. Понимаете, друзья? Вот так вот работает конкуренция. Когда мы не имеем отцов. По-нормальному. И мы равны. И мы не принимаем. Еще одно местописание. Есть в Евангелии от Иоанна в 21 главе. Это место, где Иисус приходит уже после своего воскресения к ученикам при море Галилейском. Это такая трогательная сцена, когда он разговаривает с Петром, который уже пережил свое предательство. Он пережил уже позор. Он уже как-то справился. Но все равно там отголоски какие-то бродят у него внутри. Иисус задает ему этот вопрос. Любишь ли меня? Ты меня? Помните, да? Это, да? И после этого он начинает говорить ему о том, какую смертью Петр прославит его. То есть он говорит ему о мученической смерти. Представь, Иисус к тебе приходит сегодня вечером, садится так возле твоей кровати и говорит, я хочу с тобой поговорить о твоей смерти. Как ты будешь себя чувствовать? И тебе Иисус говорит, знаешь, у тебя будет мученическая смерть. Ты меня прославишь. У тебя, наверное, масса вопросов возникнет. Господи, а больно будет? А долго это будет? А где? А как? А кто? А при каких обстоятельствах? А что со мной будут делать? Ну правда, это как-то трепетно. И он говорит Петру, и на этот момент, и Петр, что он делает? И он так голову от него отворачивает, смотрит на другого ученика, которого любил Иисус. И он говорит, Господи, а он что? А мне интересно, а он как мучиться будет? А его будут перепиливать, кверх ногами распнут или сожгут? Представляете? Ну что это такое вообще? Ну детский сад. И мне-то, например, знаете, детей, которым на Рождество им дарят подарки. Вы дарите детям свои подарки? И вот представляете, когда у вас больше одного, и вы подарки дарите, и они распаковывают, они радостные. Каждый свой распаковал сначала, в свой посмотрел. А почему у него лучше? Я тоже такую хочу. Дети, конкуренция. И они как дети, они конкурируют. И здесь Иисус не поддерживает это. Он говорит, даже если я хотел бы, чтобы он пребывал, пока я не приду, то есть не умер, что тебе до того? Ты иди. И после этого разнеслась молва, что этот ученик не умрет, пока не придет Иисус. Интересно, от кого она разнеслась? От Петра, наверное, сто процентов. Так вот, мы видим, что, друзья мои, Господь не поддерживал конкуренцию. И на самом деле, Господь никогда нас не сравнивает. Знаете почему? Потому что это абсолютно бессмысленные действия или процесс, потому что мы уникальны в своем роде. То есть мы таковы, что нет параметров, по которых нам можно было сравнить. Ты здесь? Поэтому я хочу вам сказать, не сравнивайте друг друга. Всякий раз, когда будет приходить к вам вот это приглашение, сравнить себя с кем-то по внешности, по данным души, по духовным, по любым данным, просто не открывайте это письмо. К вам на почту приходит письма много? На электронную? А все читаете? Правильно? Делать больше нечего. Я тоже. Я просто помечаю тын-тын-тын-тын-тын галочки в мусорку, в корзину. Дрынс! Ушло. Давайте понимать, что когда к нам приходит это приглашение, сравни себя. Посмотри, какой он. А почему у него новый автомобиль, а ты ездишь на драндулете? А что это? Смотри, ты доехал в свой дом, а ты еще в аренде живешь. Слышите, да? Я буду радоваться за них. Слышите, да? И я хочу вам присвоить почетное имя, почетный титул. Готовы? Вы несравненные. Ну, правда? Согласны? Вот скажи, посмотри, ты несравненный. О, несравненный Антон Антонович! Никто не сравнится с тобой. Светочей моих. Но это же правда. И вы знаете, друзья, многих бы разделений в церквях удалось бы избежать, многих конфликтов, если бы не было простора для этого духа, где бы мы, сравнивая, не конкурировали, не пытались бороться. Слышите, друзья? И отец – это тот, кто создает атмосферу безопасности и кто наделяет каждого сына своим местом уникальности. И он понимает, что я уникален, я развиваюсь в своем. У меня есть мой дар. У меня есть мое место. И поэтому, как бы не был успешен брат рядом со мной в своем, это никак меня не ущемляет. Это не делает меня проигравшим. Слышите, да? И поэтому я учусь праздновать чужой успех, чужую победу, потому что мы семья. Потому что если в моей семье есть победа, значит, это наша общая победа. И вот представьте себе, вот этот вот Давид, он приходит на поле боя, и он спрашивает, а что будет тому, кто убьет этого вот целого, необрезанного филистимлянина? И там говорят ему, ну, люди говорят, ну, во-первых, до полцарства он получит, он получит вот в жены дочь царя, а еще его семья будет навсегда освобождена от налогов. И братья там стоят, это слышат, а они кто? А они семья. А они кто? А они те, кто могли бы быть освобождены от налогов пожизненно, и они не принимают этого, и они говорят, пошел вон отсюда, уходи. Мы знаем, а на самом деле они не знают. Так вот, друзья мои, мы нуждаемся в том, чтобы строить здоровую культуру, где мы не позволяем давать место сатане, который лужет нам, который настраивает нас друг против друга. И нам важно понимать, что вот эти линии связи, линии взаимоотношений друг с другом, они крайне важны, они нуждаются в вашей защите. Все самое ценное люди защищают. Вы слышите? И если ты поймешь, что в твоей жизни отношения это ценность, ты тогда будешь защищать свои отношения. А защищая, ты будешь оправдывать людей. А защищая, ты будешь иметь снисхождение к ним. А защищая, ты будешь идти и разговаривать. Правда? И иногда нужно научиться разговаривать. Когда мы переспрашиваем, что ты имел в виду. Не просто обидеться напрочь, а просто переспросить, что ты имел в виду, когда ты сказал вот это. Позволь мне понять, а что в твоем сердце было, когда ты делал то, что ты сделал. И знаете, иногда выясняется, что человек нас обижает ненамеренно. Что то, что он делает, что нам кажется в наших глазах ужасным, на самом деле, на самом деле это просто ошибка. Его ошибка или его слабость. И когда мы понимаем, что в его сердце нет желания причинить нам боль, унизить нас, все становится на свое место. И мы понимаем, ну, да его можно простить. Да я его вообще прощаю. Да все нормально. Слышите? Но когда мы не умеем разговаривать, когда у нас нет этой культуры здоровой конфронтации, что я подразумеваю? Когда мы, разговаривая в конфликте, разговариваем, чтобы прийти к миру, чтобы не просто поругаться, а чтобы открыть свое сердце. Друзья, нам важно друг к другу иметь, как сказать, отношения, где мы ценим чувства друг друга, сердца друг друга. Вы знаете, не бывает неправильных чувств. Вы здесь, друзья? И когда я, допустим, говорю, слушай, я чувствовал себя вот сейчас, вот в этой ситуации, я чувствовал себя, допустим, преданным, а человек, который, допустим, в этой ситуации это все спровоцировал, он может и не знать этого. Я говорю, правда, что ли? Я говорю, ну да, действительно. Он говорит, а почему? Я же ничего не сделал такого. Я говорю, ну я так себя чувствовал. Понимаешь, мои чувства, это не неправильно, но я так себя чувствовал, и я обнажен, я открыт душевно, и я честно говорю, ну я так себя почувствовал, и я так себя почувствовал из-за того, что ты сказал вот эти слова. И они во мне отразились таким образом. И когда человек понимает, что мои чувства настоящие, и он ценит, и он не плюет на мои чувства, он говорит, извини, я не думал, что это так окажется. Для меня бы это не было таким. Но раз ты себя так чувствовал, извини, я буду стараться так больше не говорить или не поступать. Понимаете, да? И есть вот эта культура, когда мы учимся защищать наши отношения, не разрывая их легко. Когда мы не позволяем себе хлопнуть дверью, закрыться от всех. А это часто, знаете, такой сигнал конфликта, когда ты замыкаешься, когда ты отдаляешься, когда тебе неохота видеть, когда тебе не хочется разговаривать. Знаешь, что нужно делать? Идти и разговаривать. Правда? Проявлять противоположную культуру Царства Божьего. Ну правда? И в этом есть зрелость. Когда дьявол тебе говорит, ну все, сиди, не нужны они тебе. А ты говоришь, я пойду, я буду говорить. И я просто открою свое сердце. Я не буду никого обвинять. Я просто скажу то, что я чувствую. Понимаете, друзья? И когда мы ценим друг друга, тогда мы учимся зрело решать наши конфликты. А конфликты, друзья мои, были, есть и будут. Вот прямо сейчас я хочу спросить у вас. А есть ли люди, с которыми вы находитесь в конфликте? Братья, сестры в церкви или родственники? Возможно. Я вам предлагаю домашнее задание. Подумайте после этого служения. Составьте ваш диалог с ними. То есть, что вы могли бы им сказать о своих чувствах? Что, почему вам плохо? Почему вы чувствуете то, что вы чувствуете, не обвиняя их? Не нападая на них? Не говоря о том, что они из чаде ада? И ужасные Иуды там, и духи Иезавей, и все остальное. Понимаете? То есть, как вы можете построить диалог так, чтобы люди не почувствовали, что вы их унижаете или отвергаете каким-либо образом? Слушайте? Это иногда полезно. Просто составить в письменном виде. Это будет учить нас. Это будет помогать нам формулировать. Аминь? Так вот, друзья мои, когда мы конкурируем и сравниваем себя друг с другом, как результат, мы становимся людьми разочарованными. То есть, разочарование, как правило, это результат сравнивания. Потому что всякое сравнивание, оно заканчивается не в нашу пользу. Потому что так или иначе находятся люди, которые по каким-то параметрам нас лучше, успешнее, красивее, моложе, больше волос у них, красивше глаза, еще что-нибудь. Что-нибудь да у них лучше. И мы разочаровываемся. Поэтому, для того, чтобы нам не оказаться в разочаровании, давайте мы будем хранить свое сердце. Аминь? Итак, приходит к вам приглашение. Сравни себя. Что мы делаем? Благодарим. Да. Удаляем. Раз. И радуемся за человека. За его успех. Или за что-то у него, что есть, что лучше у нас. Да, радость – это хорошо. Хорошо. Супер. И поймите, пожалуйста, друзья, все мы, мы строим атмосферу. И когда мы говорим о семье, важно вложение каждого. Важно, как вы относитесь к другим. Важно, строите ли вы вот эту вот культуру, где вы действительно настоящие, где вы действительно, как сказать, не лицмерите, не носите маски, а вы искренние. Потому что без честности нельзя построить ничего настоящего. Вы меня услышали? Потому что враг есть мастер и автор всех подделок. Понимаете меня? Подделок. Фейк. И что такое подделка? Это то, что выглядит как настоящее, но материалы не те. У нас, наверное, сейчас много продается всяких подделок. Типа это бренд. Типа это вот эта самая сумочка. Или это самая курточка. Или это вот обувь. Да, и там вот прямо вот шрифт такой же там, и вот эта вот лейбочка-то. Ну, мы понимаем, пощупали. Ну, вот как-то вот не тот материалец. И Библия говорит нам о том, что все мы строим, но смотрите, из каких материалов мы строим. Потому что кто-то строит из сена, соломы, из дерева, кто-то строит из золота, из серебра. Так вот, друзья мои, когда мы честные и начинаем с честности, открытости и уязвимости, то тогда мы строим на истинном основании. Вы знаете, когда мы начали общаться с церковью Вифиль, многие вещи нас удивили. А именно, насколько они открыты в пастырской команде друг с другом. Правда. И Крис Валлантон рассказывал, что когда Билл Джонсон поставил Эрика, своего сына, пастором, старшим пастором в церковь Вифиль, Крис говорит, я пережил расстройство глубокое. И он пришел на встречу, где они там очередной раз с командой встретились. И он не просто стал там молчать и внутри себя там как-то Эрика не принимать. И думает, ну вообще Билл, наверное, вот просто вот потому, что он его сын, поэтому он так его поставил. Просто вот, ну, как мы говорим, семейственность разводит какой-то. Нет, он сказал, он сказал, говорит, я вот чувствую себя таким образом. Я понимаю, что это неправильно, но вот я вот чувствую, вот во мне такие чувства. И вынеся, он лишил врага силы раздувать это дальше. И знаете, что я вижу у нас? Мы не говорим. Правда. Мы думаем, но мы не говорим. И я это вижу везде. И раньше я сам так поступал постоянно. Я носил это в себе, и я не говорил. И вы знаете, часто почему мы не говорим? Потому что наша атмосфера, которую мы построили, она не выносит правды. Потому что если ты скажешь правду, тебе она будет дорого стоить. Вы меня услышали? Это наказуемо. Мы наказываем людей за правду. Иногда это проявляется в виде тут же атаки на человека, ставят на его на свое место. Иногда это проявляется в игнорировании и в расстоянии по отношению к этому человеку, который сказал правду. Иногда его выставляют как изгоя, и всех остальных настраивают против него. И находятся причины, почему он такой плохой оказывается. Есть множество вариантов. Но это кривая культура, это искаженная культура, это не семья Божья. Это не культура правды. Это не культура честности. Это культура лицемерия. Согласны? Это как фарисеи. Вид хороший. Главное, вид держи. Фасад главное, чтобы был нормальный. И вот мы такие фасадчики собираемся. У всех фасады хорошие, свеже накрашенные. Аллилуйя. Мы успешные, мы сильные лидеры. А внутри чего? Не скажу. С чего начинать? С правды. Учиться говорить правду. Открывать свое сердце. Как? Не знаю, как это у вас получится. Но без этого не получится, друзья, настоящего. Это будет подделка. Это будет фейк. Это будет не та культура. Это будет имитация Царства Божьего. И Иисус сказал, Он есть свет. И в первом послании Иоанна написано, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то тогда мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас. Смотрите, какая цепочка. То есть здесь даже не цепочка, а условия в начале. Если, это же условия, если мы ходим во свете. А что это такое? Свет – это когда мы открываем тайное. Тайное – это тень. Понимаешь? Когда я что-то таю, я создаю зону тени. Там нет света. Когда я молчу, не говорю, скрываю. Это тень. Ты понимаешь, да? Свет – это когда я выношу. Я не скрываю. Вот он, свет. И если я во свете, не как я сам, а как Он, то только тогда я имею качественное общение, друг с другом. И дальше. И кровь Его обмывает нас. То есть дьявол, он терпит полностью поражение в нашей культуре, в нашей церковной семье. Аминь, друзья. Нам важно принять решение не наказывать людей за правду. Нам важно принять решение самим принимать правду о себе. Вы знаете, друзья, у каждого из нас есть слепые зоны. У каждого. У меня тоже. Что такое слепая зона? Это то, что я за собой не вижу. Моих недостатков. Моих ошибок. Моих искривленностей. И мне нужны другие люди, которые бы честно мне сказали, что не так со мной. В любви. Но если таких людей не будет, то ничего не поменяется. Я буду тот же самый. Вы слышите меня? Или если я создаю вокруг себя культуру, что всякий, кто пытается мне сказать правду, будет наказан, они будут видеть, но они будут молчать. Я опять же не поменяюсь. Но мне важно, чтобы я менялся. Я заинтересован в том, чтобы мое сердце трансформировалось в образ Иисуса Христа. Аминь. И это невозможно без людей. Бог поместил нас среди людей. Бог дал нам сложных людей, отличающихся от нас рядом с нами. И Библия говорит, что железо железо стрит, а человек изощряет, то есть улучшает взгляд другого. То есть помогает ему стать лучше, помогает видеть. Аминь. И ты должен понять, они не против меня, они за меня. И иногда нам трудно выслушивать правду, потому что мы защищаемся из-за нашего чувства неполноценности, из-за нашей низкой самооценки, из-за того, что мы не знаем, кто мы, из-за того, что нам кажется, что это может нас, ну не знаю, унизить. Друзья мои, но у нас больше нет нашей личной репутации. Вся наша репутация в Иисусе Христе. Мы умерли. В курсе? И то, что мы теперь живем, мы теперь живем для Него, умершего за нас воскресшего. Мы живем для Него. И на самом деле у нас не должно быть страха, что кто-то о нас что-то скажет или подумает. Это ничто не изменит. Самое главное то, что Бог думает о тебе. И тебе важно это знать. И когда я знаю, кто я, а знаете, я нашел самый наивысший титул. Это не пастор, не пророк, не еще что-то. А я Сын Божий. Это самый наивысший титул в Царстве Божьем. Выше Его нет. Выше только Бог Отец. Я им точно не стану. И Он мне уже присвоил. Присвоен. Я уже усыновлен. Я уже признан. Мое имя вписано в книгу жизни. Я уже Сын Бога Всемогущего. Мне больше некуда расти, если говорить про титулы. Поэтому, если я уверен, что я Сын Божий, ничто не может меня унизить, исказить. Я могу делать черную работу. Я могу делать неблагодарное служение. Это не унизит меня. Потому, что я знаю, что я Сын. Царственный Сын. Я принадлежу к царственной семье. Поэтому, если я буду мыть пол, я буду мыть его по-царски. Если я, не знаю, чищу картошку, я буду с отцовым автографом чистить по-царски. И только лишь, когда мы не знаем, кто мы, когда мы не уверены, то когда мы защищаемся, и мы боимся что-то потерять. А терять нечего. Вы слышите, друзья? Все совершилось. Он навсегда одним приношением сделал совершенными освящаемых. Евреям 10.10. Кого? Нас. Одним приношением навсегда сделал совершенными. И знаешь, мы не верим Библии, поэтому мы думаем, что нам есть что терять. Но это уже запечатлено в нас, в нашем духе. Твой дух свят, твой дух запечатан Духом Святым. Еще раз повторюсь, ты в нем, а он в тебе. Поэтому давай не будем защищаться. Давай будем позволять людям говорить правду. И даже если человек неправ, выслушай его, поблагодари его, пойди домой и спроси Господа, что он думает по поводу этих слов. И может быть, Бог тебе скажет, ну это он неправ, скажешь, аллилуйя. Но ты не будешь выглядеть гордым человеком, который не имеет возможности быть исправленным. То есть ты сегодня просто, если ты отталкиваешь такие ситуации, ты сегодня утверждаешь себя как очередного папу или маму римского, непогрешимого. Но мы все ошибаемся, и мы все имеем слепые зоны. Поэтому я хочу, чтобы вот то, что касается моей души, которая в процессе искупления, моя душа, мой дух совершен, моя душа в процессе искупления. Пусть люди мне помогут стать лучше в моей душе. Я нуждаюсь в семье. Я нуждаюсь в братьях и сестрах. Я нуждаюсь в том, чтобы меня с любовью критиковали, чтобы они помогли мне стать лучше. Но я хочу вам сказать, знаете, кто имеет право вас исправлять? Тот, кто в вас вкладывал. Это принцип Царства Божьего. Ты не можешь снять деньги со счета, если ты туда их сначала не положишь. Ты не получишь дивидендов из банка, если ты туда что-то сначала не положишь. Понимаешь? Мы сначала вкладываем в людей, а потом мы их исправляем. Потому что мы получаем право участвовать в их жизни. Потому что мы что-то вложили. И так же с тобой. Аминь. Я не знаю, а когда мы заканчиваем даже уже? Через пять минут. Давайте мы помолимся. Сидите, закройте глаза, пожалуйста, друзья. Господь, мы просим, чтобы Ты принес для нас вот эту удивительную культуру Твоего Царства. Культуру света. Культуру правды. Культуру, где нам нечего скрывать. И для нас нужна Твоя помощь, Дух Святой. Потому что, глядя на какие-то обстоятельства, мы видим, что это трудно для нас. Но мы просим Твоей благодать. Господь, дай нам сделать сегодня хотя бы один шаг в сторону говорения правды. В сторону принятия правды о себе. И прямо сейчас, Господь, я принимаю всех тех людей, которых Ты дал мне в мою жизнь. Которыми Ты окружил меня. Я принимаю их как дары. И я отказываюсь с ними конкурировать. Господь, я прошу Тебя. Научи меня строить отношения. Научи меня разговаривать с теми людьми, с которыми я не согласен. С теми людьми, с которыми я согласен. Но я прошу Тебя, научи меня проявлять зрелость во всем этом. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Твой Дух Святой строит через меня Твое настоящее царство на этой земле. Твою духовную семью. И я отдаю Тебе все мои слабости. И я провозглашаю, что я Твое дитя. Я Твой сын. Я Твоя дочь возлюбленная. И я укореняюсь на этом основании. И начинаю с Него. Господь, благодарю Тебя. За то, что Ты уже предназначил мне мой путь. И я прошу Тебя, дай мне откровение. Надели меня пониманием о том, кто я есть в Твоем Царстве. Чтобы я мог быть самим собой. И чтобы я мог проявить те грани Твоей благодати, как никто не сможет, как я это сделать. И я отказываюсь копировать других людей. Я хочу быть собой, Господь. Поэтому веди меня к познанию меня самого. Кто? Каким Ты меня сотворил? Что Ты меня вложил? Дух Святой, проведи для меня вот эту экскурсию в меня. Чтобы я открыл для себя по-новому. Кто я? И я благодарю Тебя, Господь. Заранее. Я благодарю за эту уникальность. За это сокровище, которое Ты поместил в меня. Я отдаю Тебе честь и хвалу, драгоценный Иисус. Всю славу за каждый мой успех. Всю славу за каждое мое достижение. Всю славу за каждое мое изменение характера я отдаю Тебе. Спасибо Тебе, драгоценный Господь. Аминь. Спасибо вам, друзья, за то, что вы были. Мы завтра будем говорить о том, как быть отцом. Мы будем посмотрим попунктно, и как быть сыном, то есть и дочерью. Мы тоже посмотрим попунктно, исходя из библейских историй и стихов. Поэтому я благословляю вас, драгоценные. Струйте семью Божию. Аминь. Аминь.